Заработная плата А денег нет, хоть на стену лезть в такой ситуации Как же вы, ахинцы, умудряетесь выкручиваться в этом положении? Когда вы последний раз зарплату получали? Сегодня, да? Да, за май А до этого вы сколько были месяцев, не получавших денег? Четыре месяца И на какие средства вы покупали себе еду в холодильник? Вот такой вопрос интересный Средства, где муж выручал, а где занимать приходилось Сейчас зарплата, наверное, по долгам разошлась? Ну а как же? Если мы получали в бюджетной сфере, хорошо Может быть у нас что-то еще оставалось То есть ваш рецепт такой, при безденежном состоянии только заем, да, остается? Не знаю Каждый выкручивается как может А какие, допустим, вы еще знаете способы выкручивания в такой ситуации? Знаете? Ну, кто-то занимается предпринимательской деятельностью Все по-разному То есть у кого свои огороды, у кого свои дачи, кто-то продает Вот, поэтому так вот все выкручиваются потихоньку Ну, конечно, это меньшинство, потому что большинство все-таки, мне кажется, сидит голодом Зарабатываете сами деньги? Да, работаю Где? В военной части В военной части Когда последний раз деньги получали? Сегодня А до этого сколько времени без денег? А до этого сколько времени без денег провели? Ну, думаю, месяца три-четыре И на какие же средства вы приобретали, допустим, еду? Ну, так, грубо говоря, холодильник чем заполняли? Более свои сбережения То есть, ну, на свои сбережения, да? Да Долги не приходило за вас? Нет, нет А может быть есть какие-то рецепты, как вот в такой ситуации жить, когда по много месяцев не получают денег? Ой, даже не знаю, таких лицов-то, по-моему, нет Муж у меня работает с МУ-2 Вот получит получку, когда где-то, ну, 700-800 рублей Вот на это питаемся, в общем-то Ну, где-то вот на швейной фабрике я работала, очислилась У нас фабрика, в общем-то, не закрыта Ну, вот если есть какой-то заказ, приглашают, выполняем Ну, вот это так, в общем-то, и все В принципе, зарплаты вам можно? Зарплаты у нас нету, фактически Вот только нам можно зарплату, живем, что там сможем Ну, иногда родители нам очень хорошо помогают Хотя им пенсионеры, мы сами должны помогать, но приходится помогать им нам Ну, все, в общем-то, как что еще сказать-то? Ну, сейчас, наверное, полгорода так живет Когда последний раз зарплату получали? Сегодня, за май А до этого, ну, три месяца были без зарплаты, да? Да Каким же образом вы, грубо говоря, покупали еду? Родители помогают То есть, основной только? И деньгами, и в основном родители всегда Ну, может быть, вы знаете еще какие-то пути выхода из такой ситуации, когда нету совершенно денег? Нет, никаких, я лично не знаю Для вас родители, да, главное помню? Поковать или еще что-то делать я лично не умею, не могу Поэтому для меня только родители Ну, а родители, а у родителей откуда деньги? Ну, они научились за всю жизнь как-то экономить, чтобы помогать детям Еще один из выходов, это научиться экономить, да? Ну, видимо, он с годами приходит Как видно, в безденежной ситуации остается либо занимать деньги у тех, у кого они есть Либо идти и потихонечку вскарабкиваться на шею родителям Чего греха таить, я иногда тоже прибегаю к этому второму способу Ну, а как живут они, наши родители, которым приходится тратить деньги не только на себя, но и на своих отпрысков? Я пока работаю, но вообще меня уже сократили Да, когда вы последний раз получали зарплату? Последний раз, так, в апреле Вот сейчас мы будем за май получить Ну, скажите, как вам удавалось все эти месяцы, ну, вот сейчас завтра получать зарплату Как вам удавалось находить средства к существованию? Грубо говоря, покупать себе еду? Ну, вообще на пенсии очень тяжело Когда одну пенсию получаешь, у меня вообще-то на пенсии было очень тяжело И за квартиру платить надо, и за телефон надо платить Вы только с пенсией жили, да? А я только с пенсией жила Ну, там где-то дети что-то еще помогут А вообще так очень тяжело А какие-нибудь еще, знаете, вот рецепты выхода из такой ситуации, когда нет денег, а кушать хочется? Не знаю, я, например, знаете, еще старые закалки, так что я ничего не могу Только на то, что я получу, и все Вот так они и живут, родители наши По старинке, экономно, помогая нам, своим бедным чадам Но во время опроса на улице мне очень понравился ответ одной женщины Я пенсионерка, на моем веждевении еще находятся двое детей, 2 и 3 года Ой, слушайте, а как вы на пенсию умудряетесь их кормить? Да, я опекун этих детей, а последний раз, ну, в общем, еще даже за апрель нам не платили вот эти детские опекун Да, да, но умудряемся, живем, ничего, цветем А вот, кстати, мне было бы интересно, как вы умудрялись не только жить, но и цвести? То есть есть ли у вас какие-то рецепты жизни без денег, грубо говоря? Рецепт жизни без денег? Ну, конечно, есть, конечно, есть Можно самой что-то связать, из ничего вкусно приготовить Я люблю готовить, люблю вязать, так что Так а вязать вы и продаете, да? Что свяжете? Ну, если меня попросят связать что-то, человеку носить, а почему бы не связать? Ну, дело в том, что если вязать это на заказ, то будут обкладывать налогом А это опять невыгодно, так что вяжу на себя, на детей вяжу Умение работать своими руками, да? Приносит доход Важно не падать духом, тогда вы будете цвести А все это переходящее, а дальше будет хуже, лучше не будет, хуже будет Не правда ли своеобразный оптимизм? Не падайте духом, дальше будет хуже Вот только непонятно, то ли смеяться в этом случае, то ли плакать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok